Здравствуйте, дорогие друзья и неуважаемые поганки, если вы еще не поняли, я про хейтеров. С вами детектив Моррис, диванный разоблачитель, и сегодня мы расследуем Джеффа Сайда. Джефф Сайд, сейчас ему 24 года, этот парень огромный, этот парень атлет с Америки, он весит, знаете сколько, 93 килограмма, и его рост 183 сантиметра. Единственная заметочка, что этот вес и рост был в 2014 году. Интересно, но вот за последние 4 года о нем практически ничего не известно. Как я и сказал про Джеффа Сайда, очень мало информации в интернете, я все обрыскал и на американском ютюбе, и на русском ютюбе, и естественно вывел для себя достаточно много доказательств, что он кто? Может натурал, может химик, узнаете в конце. Для начала нужно сказать, что Джефф Сайд это профессиональный атлет, он выступает в IFBB категории на Олимпии, то есть он получил про-карту и выступает на Олимпии. Это просто полноценный атлет, который выступает на сцене и показывает свою форму вместе с другими крутыми, мощными атлетами. Вы должны понимать, что если у человека есть квалификация на Олимпию, да, вы должны 100% знать, что это человек, который не будет качаться в натураху. Это глупо, потому что на Олимпии это профессиональное выступление, да, люди за это получают огромные бабки, миллионы, и блин, если идти в натураху туда, то смысла вообще никакого нет, потому что там все химики. Вот просто вдумайтесь, зачем идти на Туралу, на Олимпию, если все химозные и шансов выиграть нет? То есть ты стараешься, стараешься, пашешь, пашешь, готовишься к этому, а какие-то химозные там без особых усилей тебя выигрывают. Первое доказательство того, что он химик. Ааа, да как можно не понимать, что он химозный? Есть также очень забавный факт, что Джефф Сейд редактирует свои фотки в фотошопе. Вот тут вы можете видеть прямо сейчас, как он увеличивает свои плечи в фотошопе. Я думаю, что это последствия того, что у него генетически плохо развиты плечи, допустим, как и у меня, да, что даже если он на химии, хотя на химии плечи растут в первую очередь, и вы знаете, что у всех химиков огромные такие наполненные кровью мышцы, даже если они как бы не покачались. Обычно натурал, если он покачается, да, чем отличается натурал от химика? Тем, что у натурала плечи будут, ну, в нормальном, спокойном состоянии, дрыщавые такие, не будут напампленные, но если он покачается, напампится, то они будут довольно-таки неплохие. А у химика у него всегда напампленные, то есть даже если он и качался, даже если он не качался, у него все равно будут огромные плечи. Именно поэтому Джефф Сейд, наверное, вот немножко комплексует по этому поводу и такой в инстаграмчике немножко увеличивает свои плечи, но, естественно, возможно, это генетическая какая-то неодаренность, скажем, да, что плечи маленькие, и он их редактирует для того, чтобы казаться немножко больше, чтобы не терять свою статусность и так далее. Мы можем заметить, вот тут фотография, да, есть, что Джефф Сейд выглядит по сравнению, я имею в виду плечи Джеффа Сейда, выглядят по сравнению с другими атлетами немножко меньше. Ну, вот такие вот дела, и, наверное, он по этому поводу комплексует. Да сам ты дрыщ! Вот эти предыдущие факты, да, которые я несколько про плечи назвал, они могут так подтолкнуть, что он натурал. Но следующие факты, которые я сейчас назову, опять же опровергнут эту натуральность его, потому что Джефф Сейд, судя вот по его форме, да, вы посмотрите на других людей, с которыми он стоит, он практически ничем не отличается, кроме плечи. Как я и сказал, что у него плечи, наверное, генетически плохо развиты, и поэтому даже на химии они плохо растут. Но по форме у него такая же абсолютно форма, как у других химических атлетов, и тут очень маленькая вероятность, что он накачался до таких размеров до 93, это в 2014 году было, а если сейчас 2018, то он, наверное, под сотку уже весит. То есть до таких размеров сухих просто накачаться невозможно без химии. Давайте, давайте, проходите, что вы смотрите, проходите отсюда. Также есть видео, где Денис Гусев, профессиональный атлет, который выступает профессионально уже в менс-физике, который 100% употребляет химию, он это говорил, даже подтверждал. Он снимает, берет интервью, да, у Джеффа Сайда и спрашивает какие-то там у него вопросы. И мы можем видеть по этому видео, что Джефф Сайд, мне кажется, если не такого размера, как Денис Гусев, то даже больше. То есть как может парень, это в 2014 году тоже было, то есть 4 года назад, как может парень, которому 20 лет, выглядеть как здоровый мужик, профессиональный атлет. То есть, блин, это невозможно. У него форма сухая, но он весит больше 90 килограмм. Такую форму невозможно достичь, еще раз повторяю. Также Денис Гусев спрашивает Джеффа Сайда о мнении насчет Зиза. Джефф Сайд говорит, что типа, да, все говорят, что типа он принимал стероиды, Зиз, да, и типа он умер от этого, но я в это не верю. Типа он опровергает, да, мнение о том, что Зиз принимал стероиды. И тут психологически такой фактор есть, да, что как бы если Джефф Сайд принимает стероиды, то он мозгом, короче, отрицает тот факт, что он тоже может умереть. То есть, видите, он говорит, я не верю в этот факт, что он умер от стероидов, типа, и что он вообще их принимал. То есть это тоже такая заковырочка, которая нас подводит к тому, что Джефф Сайд тоже, возможно, употребляет стероиды. Мы не можем знать 100%, но догадываться можем. Так же, как факт, в Америке запрещены стероиды вообще, о них говорить нельзя, их употреблять нельзя, хранить их нельзя дома и так далее, потому что за это либо большие штрафы дают, либо вообще сажают в тюрьму. То есть все атлеты, которые находятся в Америке, они просто не говорят, что они химики, они просто этого физически сделать не могут, потому что они не хотят садиться в тюрьму. Это как факт, да, что он тоже химичит, но отрицает это. И мне кажется, вот в России такая же схема пошла, что они берут вот пример с американских атлетов, которые говорят, что они натуралы, да, все химики говорят, что они натуралы. И также в России тоже так же говорят химичные атлеты, что они натуралы. Ну, это такое себе, знаете. Также нужно учесть, что Джефф Сайт, он мезоморф, то есть он не эктоморф, как другие атлеты, там, как Дэвид Лейт и так далее. Он мезоморф, даже по его фоткам, когда он был маленький, видно, что у него широкий костяк, да, у него плечи широкие, довольно большие, ну, толстые кости, да, такой, ну, короче, коренастый такой паренек, уже типа, ну, для спорта он прям родился, вот. Это видно. Естественно, можно приблизиться к его форме, вот, если настоящий мезоморф, у меня есть друг даже такой, который выглядит очень круто, без стероидов, но до формы Джеффа Сайда он, естественно, не дошел, потому что он весит там 80 с чем-то килограмм в натурах, он выглядит как бы круто. Еще раз повторяю, что Джефф Сайд весит больше 90 килограмм, и эти 90 килограмм, они сухие, просто сухие, у него там вены все видны. До такого уровня просушиться даже мезоморфу невозможно, то есть если вы набрали массу, то вы не просушитесь до такого уровня, максимум там будете весить, ну, не знаю, мезоморф, мне кажется, если он высокий, да, то он может весить там максимум 85 килограмм сухих. Он не может весить 96, вы че, ну это дичь вообще. Похожи мы с Джеффом Сайдом? Там близнецы, две капли воды. Да я и говорил, капец. К сожалению, я не нашел силовых показателей Джеффа Сайда, вообще, у него на канале уже 11 месяцев нет видео, в инстаграме у него нет никаких видосов, где он там жмет, приседает, либо тянет, вообще ничего нет, я не нашел никаких показателей. Джефф Сайд, видимо, такой просто не пауэрлифтер, не стритлифтер, никто, он просто обычный качок, который просто занимается чем? Он занимается тем, что подкатывает к телочкам, там, не знаю, ходит в клубы какие-то там, тусит, не знаю, вот тусовщик, короче, можно так его назвать, а не какой-то там крутой спортсмен. Не, естественно, он крутой, потому что его знают многие, я имею в виду в том смысле, что, как бы, он не поднимает там огромные веса, как Дэвид Лейт и так далее, хотя, может, где-то поднимает, может, в каком-то видео он поднимал, не знаю, потому что я посмотрел многие его видео, он там балуется, ну, на повторение просто с весами и все, просто качается, ребят. Я думаю, что из этого всего монолога можно больше всего зацепиться за то, что Джефф Сайт выступает профессионально на Олимпии. Он выступает на Олимпии, не на каких-то там городских соревнованиях, на Олимпии, это просто высшая такая соревновательная категория, где выступают крутые атлеты, которые все химичат, и туда просто натуралу смысла не цуваться. Ну, зачем, это бред какой-то, верно? Это, наверное, ключевой момент, за который можно зацепиться и назвать его химиком. Поэтому, естественно, приговор химик, мы тут по-другому никак не можем сказать. Первое, это то, что он выступает профессионально на Олимпии, второе, это то, что он весит около 97 килограмм, я думаю, 100% сейчас, уже в 2018 году. Поэтому вот эти два факта, они самые важные. Силовые, к сожалению, мы не знаем, еще раз повторяю. Так, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, пишите, на кого сделать разоблачение в следующем. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok